Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. Не могу понять, чем тебе он так не угодил? Ну-ка, блин, прищётка какая-то, не знаю, не моё. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность, бизончик, ворфейс. И, конечно же, первым делом, есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Первая брачная ночь. И жена говорит. Ох, обраша, обраша. Он такой, что такое, дорогая, что случилось? Я слышала, что вам, евреям, делают обрезание. Но никогда не думала, что так много. Ха-ха-ха. Да. Так оно и бывает, деточка. Так. Опять прописки. Нормальные анекдоты, кап. Наши, нагибные. Всё как положено. Ед, я извиняюсь, конечно, если я задел за живое. Меня с этим хорошо. Ха-ха-ха-ха. Да ладно, капшка, мы знаем. Пошёл процесс. Пошёл в жопу своим процессом. Сейчас, пацаны. Пацаны. Пацаны, ну ёлы-паны. А вот и топовая игра твоих тиммейтов Рокутагин. Да. Сочувствую. Благодарю. Что это такое? Бека. Давай, Бека. Ух. Бека, по-моему, кто-то сзади тебя звук какой-то был. Тебе так не кажется, братан. Братан. Братан сзади. Уже. Братан сзади уже. Даже по карте видно. Братану пофигу. Так, нет. Он начинает понимать. Есть, красава. Красава, давай. Давай. Ну, это прям да. У них был особый план. И они его долбили. Да. И сдолбили полностью. Прямо до пятки, я смотрю. Интересные, конечно, тактики встречаются. Я не очень понимаю, блин. Если твои тиммейты идут атаковать, зачем сидеть на респе с болтовкой? Да, это сочно, мягко говоря. Так. Да ладно. Так. А ну-ка. Давай. Под шумок. А, всё. Что-то броня какая-то тухлая у этого медика. Я смотрю. А вот это уже справедливый расклад. Какой нахрен справедливый, сука? Что это вообще? А где все остальные померли? Как, как вот? Как, пацаны, вы умудряетесь так быстро вымирать? Я понять не могу. Только с респы, считай, ушли. А мои все, оказывается, уже умерли. Я вообще ничего не понимаю. Там же один был этот парняка, который меня убил. Где остальные померли? Я просто не наблюдал. А что я должен за всеми наблюдать, что ли? Мне за собой наблюдать надо. За своими, скажем так, углами, пространствами смотреть. Я в шоке. У людей, знаете, просто мифически. Даже если захочешь слиться, это ещё надо постараться, чтобы так это сделать быстро. Но эти могут, да. Вот она, стихия. Угол Рокутани. Да, есть такое. И поверь мне, это сработает. Бомба поставлена? Поставлена. Вот эту, кстати, нычку мало кто проверяет. Так. Натянут мои сладкие. Во! Молодцы! Дубай гнёт. Красавый букентик. А. Рёбра есть. Есть, есть. Есть на колонна кто-то. Ой. Я. Так. Ранил. Давай, давай. Сейчас красиво с пистолетом. Ну. Ну почти. Ладно. Молодцы, блин, ребята. Вот вот другое дело. Объясни мне, чем тебе всё-таки Бизон не нравится? Да, блин, ну. Нормально убивает. Да, чё убивает? Убивает каждое второе говно. Друзья, ну, наверное, кто сам с Бизоном играл, вы понимаете. Отдача вообще не пойми какая. На средней дистанции вообще там половина в молоко летит. Да, темп есть. Да, типа ТТК крутой. Ну и чё толку с этого ТТК? Вообще никакого толку нет. Трясёт. Разброс. Отдача вообще, я не знаю. Отдача, вот знаете, как в 14-15 году вот такая отдача была. Но тогда все такие пушки, ну, большинство были такие. Отдача была анальная. Будем честны. И как бы, когда у всех такая отдача, нормально. А сегодня мало того, что отдача у пушек мягенькая, у некоторых вообще практически её нет. Так ещё и люди, как бы, более скилловые стали. Они в голову попадают и так далее. А ты с этим Бизоном в потолок куда-то. Сука. Слишком много рисковать стал. Нормально, Кэп, я стрелок. Штурмовик и инженер это те, кто должен рисковать. Они должны выходить на противника, выпрыгивать и так далее. Ага. Или вот так. А что, baby, you got on us? Почина, мрачина. Благодарю, Донарина. Так. Всё правильное дело, всё правильно. Где-то тактика, где-то раш. Вот так вот. Минус три, деточка. Да. Немного ещё нагиба. Да ладно? А каким макаром-то вот? Как он вообще... Меня тоже удивляет, как на Соло-РМ противники словно призраки появляются среди своих. Да, не говори, блин. Реально вот так вот бегаешь где-нибудь? Ну, вроде твои вокруг, да. То есть, вы там защищаете, либо вы там наступаете куда-то, либо ещё что-то. То есть, его тут вообще, ну, не могло быть. Потому что не могло быть никогда. Как он мог пройти там и оказаться? Я хрен его знаю. Неужели ничего не проверили? Низу нулём нигде не посмотрели? Я в шоке. Ага, понятно. Всё, имею в виду. На воде кто-то есть? Надо будет там прочекать, это посмотреть. Так, тут вроде никого. Ну, кто-то есть там снизу. Ага. Здравствуйте, мой сладкий. Хорошо, что я глушитель установил. Очень удобная штука. Хедшот, детка. Дабл-кил, деточка, да. Вот, нормально попадает эта пушка. Отыгнал на неё. Ну, блин, она попадает, Кэп. Опять дистанция. Вот на таких дистанциях, да, она топ. Но когда дистанция побольше будет, а она будет побольше. Всякие там неуютные моменты. Джи-джи сразу. Да, кто-то есть. Так, вот тебе дымок. О, Дубай. Ну, Дубай красава. Дубай прям настреливает, важные фраги делает. Допустим, Бизон не топ. Не топ. Какая пушка, по твоему мнению, лучшая? Сиг-552 новый. Который вот то ли вели, то ли не вели. Я его пока в магазине не видел. Это точно, это топ-1. И топ-2 это Ктарчик. Ктарчик, да, по-любому. Вот, честно говоря, мне даже с Ктаром удобнее играть. Он какой-то, ну, такой, не знаю. Ну, для меня удобнее. Но, в принципе, да. Сиг-552. Можно между Ктаром и Сиг-552 выбирать. Если, в общем-то, есть Ктар, пока Сиг можно не брать. Потом что-нибудь более сочное такое будет. Можно будет более сочное что-нибудь взять. В общем, если есть Сиг-552, то хорошо, если будете его убивать. Если нет, Ктар тоже вполне сойдет. Вот. А это, как бы, нет. Это Джи-Джи. Это, как бы, это нагиб. На самом деле, вообще-то, можно до сих пор с АМБХой бегать. Я бегал, ничего. Ничего, бнется. Попадать, правда, надо точно. Желательно в голову. Но там встроенный глушитель. То есть, это до сих пор, как бы, неплохой аргумент. Вот так. Сочно! И прочно. Напугал прямо. Опасный, опасный. 15 на 5. 3 к 1 идем, ребята. Да. Правда, это, опять же, не говорит о том, что Бизон хорошая пушка. Бизон хорош, но вот на малых дистанциях, понимаете. Вот. Малые, малые, прямо такие вот небольшие дистанции, где контроль-то и отдачу, не контроль. Рандом, разлет, не разлет, ты все равно нагнешь. Вот. В таких условиях, да, Гаднателло. О, отшот где-то, отшот. Пушка, да. Вот. Это нормально. Вот так можно гнуть, не спорю. Но не гибкая, абсолютно не гибкая пушка. Так. А. Ммм. Ну, красава. Прям хорошенький. Красава, Рокутарь. Да. Но мне кажется, все-таки ты этот ствол просто не оценил. Да нет, Кэп. Вот, серьезно, друзья. Бизончик, ну, такое себе. Да, хороший, по идее, ТТХ, хороший урон в секунду. Ну, но не то пальто. Сигушка-то новой получше будет, как Иктарчик. Таково мое мнение. Возможно, у вас другое. Можете написать в комментариях. Вот так вот поиграли. Особых хедшотов, кстати, не дали. Опять же, Бизон есть. Бизон. Но в целом, неплохо ведь. Понагибай. Если данное видео вам понравилось, то ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите это обязательно. Да вы и сами в курсе. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока.